Hi guys! Я уже больше трех лет живу в США и сегодня по большому секрету расскажу мне про все фишки бейсбола А сегодня расскажу, чем мы с вами реально можем бесить американцев Собрала все факты, личный опыт и интересные истории. Погнали! Когда я к этому ролику подбирала свои жизненные истории, я думала, ну штуки три точно наберется Там, ну я не знаю, как больше, как мы можем друг друга раздражать Ведь мы в принципе тут все дружим Но оказалось, есть культурные, принципиальные различия, которые действительно могут их раздражать Американец вполне может расстроиться за критику, почему он не живет с родителями То есть рассказывает он вам свою историю, как ему не хватает денег, там сводит концы с концами, чтобы арендовать квартиру А вы такой, а что ты с родителями не живешь? Вполне бы сэкономил Ведь как в наших странах принято, да? Мама, папа, дочка, сын, бабушка с дедушкой и даже пару кошек еще может жить в одной очень небольшой квартире и все спокойно соседствовать Не-не-не, это не вариант, скажет вам ваш американский знакомый И дело в том, что здесь в Америке они просто не представляют, как можно жить во взрослом возрасте с родителями У них принято, что ты, например, в колледж уезжаешь, все, в общежитие, в отдельную квартиру, roommate, то есть когда квартиру делят несколько человек И это, знаете, не будет связано с тем, что они, например, родителей меньше любят Да также они их любят, поздравляют со всеми праздниками, в общем, душа в душу живут Просто так принято, как только становишься взрослым, пожалуйста, чемоданы собрал и выезжаешь вперед в самостоятельную жизнь К слову, я как-то делала пост в инстаграме, кто, кстати, ребят, не подписан, очень советую подписаться прямо сейчас Так вот, я там рассказывала, что американские родители зачастую не оплачивают свадьбу детям То есть хотят расписаться, пожалуйста, должны заработать и после этого устраивать свадьбу Именно поэтому в Америке, в большинстве своем сейчас, в современной, люди расписываются после 30 лет Но когда уже отучился, наработал-заработал, после этого расписывается, и, пожалуйста, в добрый путь детишек рожай Вы как считаете, должны все-таки молодые в современном мире сами копить на свадьбу? Или пусть родственники, родители помогают? Почему нет? Это событие всей семьи Жду ваше мнение в комментах, потому что, знаете, что еще можно забрать в комментах? Вот этот вот Джордан специально для вас приготовила, буквально сегодня выбирала Так что, ребят, сейчас дальше расскажу, как можно будет забрать А мы с вами мчим дальше, сейчас расскажу историю, где я просто заставила американцев, ну, нереально возмутиться Из Благовещенска сразу попал в американскую компанию Смотрите, какую интересную историю я нашла в блоге УСКН В общем, наш с вами соотечественник Сергей Худяков всегда мечтал жить за границей Но из-за пандемии это казалось сложным, поэтому он решил сделать первый шаг И устроился работать удаленно из Благовещенска на американскую компанию Самое интересное в этой истории, как у него вообще получилось, потому что он сам говорит, что абсолютно недавно английский язык очень плохо знал Так вот, он поставил перед собой цель, стал заниматься на общем курсе с преподавателем Skyeng Затем сдал международный языковой экзамен, а это очень важно сдавать при устройстве на работу И потом просто стал рассылать свое резюме И один из стартапов, кому он отправил свое резюме, откликнулся и взял его на работу И эта история в очередной раз доказывает, что все в жизни возможно, надо лишь знать язык И в этом поможет школа Skyeng, одна из самых развитых платформ обучения языка с несколькими тысячами студентов ежегодно На их интерактивной платформе вы не просто с преподавателем занимаетесь, но и домашние задания делаете И получаете дополнительные материалы от роликов на YouTube до грамматических тестов Это на самом деле очень удобно, когда все материалы собраны в одном месте Тебе не нужно держать кучу отдельных открытых вкладок А также можно выбрать преподавателя, русскоязычного или носителя Комфортный темп обучения и собственную нагрузку Skyeng постоянно модернизирует свои материалы для обучения и проводит собственные исследования На основе уже которых улучшают рабочую программу своих курсов А сейчас Skyeng запустил масштабное исследование Life Balance и приглашает вас присоединиться А заодно и бонусы забрать После прохождения исследования вы получаете 3 урока в подарок при первой оплате пакета от 8 уроков А если купить все уроки сразу после регистрации То можно получить еще до 3 уроков абсолютно бесплатно в зависимости от выбранного пакета Все бонусы суммируются, поэтому получается выгодное предложение Так что, ребят, предлагаю провести эти длинные майские праздники с пользой Изучить платформу и подобрать удобный формат обучения Переходите по ссылочке в описании к этому видео и забирайте свои бонусы Ну а мы с вами погнали дальше Американец может не на шутку раздосадоваться нашей традицией приходить с подарком в гости Ведь как принято, да, с пустыми руками же нельзя И я попала именно в такую ситуацию в свой первый год Я пришла на официальное мероприятие и своей подруге-американке принесла в подарок кружку Ну типа с наступающим новым годом, вот от меня подарок, все как полагается Хотела сделать приятное, но ее реакция была абсолютно другой Вот так, если честно, была просто в замешательстве, думала, что она обрадуется Уже закралось даже сомнение, что может ей кружка не понравилась На следующий день она принесла мне открытку, на которой написала Большое спасибо, мне все понравилось Оказалось, что она просто этого не ожидала То есть у них принято, если ты на праздник приходишь, то два человека должны дарить друг другу подарки Если ты даришь только со своей стороны и человека не предупреждаешь о том, что возможно будет подарок Ты ставишь его в неловкую ситуацию Ну собственно, что со мной случилось? И кстати, да, на первый учебный день здесь тоже не принято дарить цветы И подарки врачам тоже не особо приветствуются Но такое ощущение у них возникает, что вы как будто расположение пытаетесь выбить Очень такой скользкий момент, поэтому если будет выбор дарить или не дарить Вот такие будут подарки, которые люди не ожидают Лучше выбрать не дарить Сколько я не общалась с американцами, их, как и любых англоговорящих людей, просто бесят правила русского языка Точнее сказать, сам язык им нравится, они говорят, что он мелодичный Но учить его для них это просто настоящая мука Ну например, вопрос вызывает, почему считается, что у нас 33 буквы И когда они начинают изучать алфавит, там внутри еще есть два знака Мягкий знак и твердый знак Это все-таки буква или символ? И это мы еще не говорим о наших словах, которые для американца могут звучать двусмысленно Ну например, слово как для них это вообще ощущение, что мы говорим про мужской, извините, половой орган Ну и короче, я как-то делала ролик, где рассказывала, какие русские слова могут звучать странно для американца Когда смотрите это видео, обязательно заходите в описании, туда его заброшу Ну и фирменно американцам, как и любым другим иностранцам, очень сложно даются глаголы движения То есть у нас действие, да? Прибежал, убежал, сбежал, отбежал А у них один глагол run Так вот они говорят, ребята, когда вы говорите, что вам трудно выучить английский язык Просто забудьте! Вы сейчас на секундочку представьте, каково нам трудно учить ваш русский язык О, привет! Да дело в принципе нормально, вот только машина сломалась, думаю, где починить Вот непонятно, мастер может какой А вечером сегодня надо за продуктами поехать, думаю, вот в Костка, может быть, акция хорошая Все хорошо, как у вас? Да, ребята, американцы стопроцентно раздражаться Если вы на вопрос, как дела, который здесь задается, ну так, вскользь, типа, как для начала беседы Мы реально начнем рассказывать, как у нас дела Просто у них hi, how are you, то есть привет, как дела Это как бы все одно привет Просто типа, hi, это слишком коротко сейчас говорить, поэтому они все добавляют how are you А мы такие переводим, как на школе учили Типа, как дела, человек спросил А ну-ка-то я ему, да, расскажу Я вам скажу, ребята, американцы стопроцентно раздражаются нашей манере вождения То есть вот если приезжают, они начинают вот так вот кататься, знаете, как в Намкаде в Москве Из крайней левой, крайнюю правую, постоянно хаотично перестраиваются Здесь люди встают в ряд и едут Некоторые говорят, что это такое пенсионерское вождение Кто-то говорит, что это просто спокойное вождение Но в большинстве штатов именно так и едет Может, именно поэтому американцы любят смотреть подборки аварий из наших стран Потому что, как не вижу, в каком-то топе заходят вот обязательно вот номера Наши, 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 здания, смотрю Здесь же вот так вот будешь петлять, но если тебя не highway patrol, то есть полиция, которая на шоссе стоит То просто люди найдут и, так сказать, пролечат Знакомая ситуация, да? Вообще, я заметила, что здесь есть какая-то конфликтная ситуация на дороге случается Но я не веду какой-то крупной аварии, я там где-то, где-то, кто-то кого-то подрезал То они прям окна открывают, начинают так кричать, ругаться Там поливают друг друга водой, поливаться могут То есть такое ощущение, что вот это вот общество, где все так зарегулировано И этот единственный момент на дороге, где ты вот можешь просто свое нутро провести Ты можешь как будто пар спустить И вот при любой конфликтной ситуации здесь просто вход идет и средний палец, и все виды криков А ребята из наших стран говорят, что американцы на дорогах так ведут Потому что у них не принято, типа, выходи, поговорим, да, сразу там Не надо кричать, мне плеваться, средний палец показывать Так, ребят, рассказываю, как можно забрать этот рюкзак Джордан прямиком из Лос-Анджелеса Все на самом деле несложно Нужно быть подписчиком канала, поэтому прямо сейчас нажмите кнопочку До тех пор, пока она не станет серенькой Обязательно поставить лайк этому видео И оставляйте комментарий ровно под этим роликом Среди комментариев я рандомно выберу победителя в следующем видео Поэтому бахнуть колокольчик тоже не забудьте, чтобы получить уведомления Ну, ребят, всем желаю удачи! Я как-то своим американским друзьям рассказала, что мы при вызове официанта не говорим, типа, excuse me, как здесь, извините, типа, подойдите Ну, как бы такое бывает, и достаточно редко Мы чаще всего, если обращаемся к человеку, говорим, девушка, молодой человек И они были реально в шоке Они говорят, серьезно? Я говорю, ага, и еще дальше удивитесь ребят Иногда говорят, женщина! Но при этом есть градация Если ты, скажем так, 35-летний девушке скажешь, женщина Она может на вас обидеться, потому что решит, что вы ей возраста прибавили Ну, если вы там 70-летней скажете, то наоборот, женщина Она даже как-то приободрится Хорошо, что не бабушкой назвали И они такие мне, стой-стой, то есть бабушку нельзя назвать бабушкой А женщину женщиной, потому что они обидятся Я говорю, ага, представьте себе На что американцы сразу заметили, говорят, ну, у вас и странные правила Я заметила, что не все американцы здесь понимают эту традицию нашу Типа, к анекдотам обращаться Эта ситуация случается такой О, помнишь? Это ровно как в том анекдоте И начинается сам анекдот или шутка Конечно, они здесь шутят, у них есть тоже свой юмор Но вот такое обращение, постоянное к анекдотам, им не совсем понятно Тут даже история с тостами с нашими, да, когда встают и какую-то историю рассказывают Либо просто длинный тост, желаю здоровья и счастья, там всего-всего-всего У американцев принято, как взял такой чирс, запрокинул, если надо, там, потом побыстрее следующий тост назначишь Такой же примерно, он будет короткий Откровенно говоря, американцы просто не понимают нашу традицию Любить Новый год больше Рождества Для них Рождество это семейный праздник, когда все собираются вместе Это вообще, в принципе, главный праздник зимы А для нас, особенно католическое Рождество, это так мимо прошло Ну и наше Рождество обычно как-то поскромнее А вот Новый год это тот момент, когда дарят подарки Когда самые там крутые эмоции Когда все одеваются Сейчас медленно ролик превратится из того, что бесит русскоязычных в Америке Ну реально, мне кажется, они абсолютно несправедливо обходят Новый год Отличный праздник А здесь все, Рождество 25-го, 26-го уже, пожалуйста, елочки сдаются на утилизацию Такой, а как? До Нового года еще время осталось Все, американцы говорят, все, праздники закончены Каждый раз, сколько замечаю, американцы смотрят, ну просто вот такими глазами На русскоязычных, которые в обычные продуктовые магазины одеваются Ну как будто они идут на вечеринку В наших же странах как принято, если в магазин, то ты фактически в люди вышел Поэтому должен прям быть максимально при параде Если это не каблуки с платьем, что тоже я иногда, кстати, здесь замечала То хотя бы прям вот даже спортивка или какая-то одежда Она максимально чистая, нарядная, все надушенные Ну потому что, да, на тебя все смотрят Американцы уважают нашу хлебосольность Я несколько раз была на русских дня рождениях Так там просто, если попадают у американцев, они Ой, как вкусно, а это что вы сами сделали? Вы даже не купили, сами сделали? Вау! Но они вообще не понимают и порой не переваривают традиции Сесть за один стол и за ним долго сидеть То есть поднимать тосты и выпивать Не вставая, ну максимум только в туалет Они говорят, как вообще так можно? И это опять-таки про разницу культур То есть у них даже бывают такие мероприятия, когда все приносят еду Хотя один это мероприятие придумал, всех пригласил Казалось бы, он и должен поляну накрывать Но нет, здесь каждый принесет Кто-то там горяченькое, кто-то выпивку, кто-то воду И так по чуть-чуть они собирают, например, какой-то общий пикничок В Америке знают о нашей традиции снимать обувь перед входом дома Это как бы вообще вопросов у них не возникает Но если тебе нагрянет толпа друзей в гости, американских И ты всем скажешь, ребятки, а теперь вот здесь в прихожей Быстренько сложили свои ботинки, кеды и туфельки То они на вас, конечно, посмотрят, ну так, знаете, немного раздражительно И хоть у них в теплых штатах не принято снимать обувь Даже если у тебя дома ковры и ковролины вообще абсолютно не важно У вас при входе в дом они знак уважения Обязательно снимут все ботинки и пройдут как полагается Ну и напоследок всеми любимые очереди У американцев просто обострено чувство справедливости И если как в наших странах подойти, сказать, я только спросить Или сделать, как говорится, лицо кирпичом и пойти на пролом Сказать, я тут уже стоял А еще вот это наши в очереди как-то подмяться, растолкать локтями Последний раз с этим встретилась здесь в русском магазине Я зашла, стою, покупаю продукты в очереди Бабушка такая делала вид, что она зефир выбирает Потом тыщ, 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 она уже у клокассы оказалась Я такая стою, думаю, неплохо Меня первое время еще не удивляло, что в этой очереди В которой будут все стоять и запоминать кто за кем Если стоят, например, родители с детьми или беременные женщины Никто их как-то вперед не двигает Ну то есть это твоя только личная инициатива Может быть, типа, девушка, проходите, пожалуйста, вперед А так, пожалуйста, вот очередь, будь добр от рассвета и до заката Как говорится, добросовестно проведи в ней время Конечно, понимаете, что это все больше про разницу культур Каких-то наших традиций, обычаев А люди, они остаются людьми И, в принципе, если человек хороший, то всегда к нему будет и хорошее отношение И сейчас одному хорошему человеку достанется вот эта кепка BMW Которая я разыгрывала в прошлом ролике Прямо здесь сейчас узнаем победителя Поздравляю вас! Напишите мне обязательно на почту, она в описании к этому видео указана Ну а как рюкзак Джорджан забрать, ребят, я в сегодняшнем видео рассказала Поэтому с удовольствием разыграю в следующем ролике Поэтому не забудьте подписаться И до встречи на канале Nelly Fornications Bye, guys! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok